СПОРТ-ФМ Не самый сложный календарь, перечисли пожалуйста, с кем они играют Ну как не самый сложный, для Ростова все сложные матчи Ну вот, следующий тур с Мордовией, например Ну с Мордовией ладно, дальше С Мордовией ладно Потом у них играют с Локомотивом домашние Не, ну домашний, ну что, ну домашний, они дома обыграли всех Ну да Они обыграли Зенит, обыграли Спартак, обыграли ЦСКА Но Локомотив играет как, можешь сказать? Как Ростов Как Ростов Вот, они лбами стукнутся И 0-0, и 0-0 И посмотрим, что это за игра будет Потом у них игра с Уралом Уралом, да? Домашняя Домашняя, да? Ну Урал, ладно, да И потом Терек Нет, у них еще одна игра будет Да, какая? С московским Динамо А, с московским Динамо, который вылетает где-то здесь, в Москве? Да В Москве? Ну посмотрим Ну кого сложнее календарь? Дайте оценку А у ЦСКА календарь? У ЦСКА календарь следующий У ЦСКА календарь, значит, в ближайшем туре с Уралом матч Да, я говорил Потом с Териком Дома, да Потом выездной с Уфой Да Потом домашний С Краснодаром Так И выездной с Рубином Ну вот как раз Я считаю Я считаю, что у них Полегче У ЦСКА Да, у ЦСКА полегче То есть А Терек Практически Практически во всех вот этих играх Но Терек они дома принимают Ну вы сами вообще сказали, что с Уралом будет сложный матч Вот только что Но сложный почему? Потому что Потому что график такой тяжелый Да, но Это же не отменить, что Вот здесь Вот здесь Вот здесь Хотя у Терека Календарь сложнее, да Но у Терека есть преимущество на ЦСКА Я с тобой согласен В свежести В свежести Потому что им не надо финал кубка играть И вот А сейчас с учетом того, что матчи друг за другом идут Это как раз одно Одна из причин была того, что Ростов так убедительно выглядел в матче с Зенитом Если бы Зенит не играл Тяжелую игру с Амкаром на кубок Вот, я думаю Зенит бы значительно лучше выглядел Ну вот Ну смотрите, а говоря о Зените У команды 46 очков Вы так назвали весьма печальная Перспектива Зенита Отсутствие борьбы за чемпионство Да Ну то есть Косвенно Зенит Кубани Поговори, Дим Косвенно Косвенно об этом Вилаш Бош после игры Сказал Что Если Ну Ему когда спросили Как вы смотрите на то, что Ростов станет чемпионом В этом году Он говорит Это пойдет на пользу российскому футболу То есть Он о себе Он сказал, что для нас это решающая игра была И как я говорил Вот И они ее проиграли Ну может быть как Вы не считаете, что он так потихоньку Знаете Ладно, отстаньте от нас Мы проиграли От нас немножко доверения Ну сейчас Зенит Кубань Ну выиграет Выиграет у себя Так 49 Они у себя дома играют 49 А ЦСКА с Ростовом выигрывает И сколько Ну и да 54-53 Я согласен Все время будет 4-5 очков сохраняться Говорят, что самый все же простой календарь у Краснодара Я почему вас спросил Потому что я хочу понять У команды У команды Краснодар Анжи Потом Выезд Рубин Потом Крылья Советов ЦСКА и Амкар Много сообщений Как раз У Краснодара Советский календарь Краснодар чемпион Для них Для них такая же Для них такая же важная игра И как вот для Зенита Для Краснодара будет игра ЦСКА Вот если здесь Это будет предпоследний тур Да, вот здесь вот если они ЦСКА сумеют обыграть Мне кажется, что важнее Сколько очков потеряет И потеряет ли вообще к этому матчу Краснодар Если не будет потерять очков вообще Да Тогда да А если потеряют Если потеряют, то тогда только за еврозону будут Краснодару, Зениту и Локомотиву Очки терять нельзя У Ростова и ЦСКА Та или иная Они еще один раз Да, могут ошибиться Да, то есть Вот мне кажется Первый такой ключевой матч Это вот Зенит-Локомотив Вот кто здесь потеряет очки Тот однозначно выбывает Эта игра будет В предпоследнем туре Вот мне кажется И Краснодар И Краснодар И Ростов-Локомотив еще Да И поэтому я думаю В предпоследнем туре Уже картина более-менее ясная будет Отлично Это, кстати, будет понедельник И воскресенье Там два матча Понедельник Предпоследний тур 16 мая И мы тоже в прямом Перебывем за всем следить Более-менее ясная Знаешь, какая может быть Кто будет Кто будет за первое-второе место Бороться Я вот в этом смысле Имею ввиду Продолжаем Дмитрий Дерунец Нобеля Рустамян Александр Бубнов Как всегда с нами По понедельникам 0-0 Рома Наполи 0-0 Газовикская энергия 0-1 Томь Сокол Вот какой здесь поворот В матче в Томске И, весьма вероятно Все действительно Идет к тому, что Газовик станет сегодня Первой командой Участницей Премьер-лиги От ФНЛ В следующем сезоне Мы продолжаем Огромное количество Сообщений на СМС-портал 55-33 в начале Слово «Спорт» Вайбер Ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-2-93-2 Ну, давайте Немножко все-таки Систематизированно Подойдем Начнем сейчас Чуть более подробно Говорить об играх Ростов-Зенит В чем Секрет успеха Ростова Вот если сформулировать В минуту Ну, если ты внимательно Смотрел, Дим И Нобель То же самое Я думаю, вы внимательно Смотрели этот матч Ростов ничего нового Ничего нового Играл, как всегда Как всегда Единственное Можешь мне сказать Что было новое У Ростова Что было новое Не было Гацкана Вот не было Из-за того, что его не было Мне По постарственному составу Было весьма тревожно Гацкан Гацкан пропускал Могилевец по соглашению Не мог Потому что он В аренде А самое главное Ротенберга не было Помнишь, я тебе говорил Когда вот он играл Я говорю Вот Если он игрок Стартового состава Да, это определится По игре с Зенитом Он, у него Непредупреждения Ничего нет У него не было Стартового состава Ну, обратите внимание Маргасова, допустим Тоже не было Значит Значит Бердыев Бердыев считает Что он Спартак может Обыграть и с Ротенбергом А вот Ростов-Зенит Он как раз Так не посчитал Не, ну вот так Согласен Хорошо Что-то не так, что ли Ноббер? Не, я Не, я Понял Новшество По Ростову Ясно Конкретнее И детальнее Анализируем Игру Ростов-Зенит Уже После выпуска Новостей Сейчас у нас Пауза Оставайтесь с нами Это Спорт.ФМ Программа 100% Футбола Ростов-Зенит